Я до сих пор не могу сразу и достойно реагировать на хамство. Потом бывает больно. Можно ли этому научиться? Ну, научиться можно из долгого опыта. Знаете, при встрече с чистым зломом я несколько рабею. В мои полсотни лет смешно уже рабить российскому еврею, но аргументов нет. Ни злобные ругания, ни пламенные сатиры. И это странно, ведь репутация, нахалы и задир заслуженного вполне. При встрече с чистым злом я несколько теряюсь, поскольку, как дурак, понять его хочу, познать его стараюсь. Но надо же не так. При встрече с чистым злом пейзанину пристало не звать других пейзан, не разводить базар, а сразу бить в хлебалово. Как бы гамлет показал. Если вас интересует совет, который я могу дать, я вам его даю. Я много раз это цитировал, когда она была Матвеева, меня провожала в армию, я сидел на сходне, думал, вот вернусь ли я еще сюда. И она мне сказала, Дима, я могу вам дать мантру. Я не могу сказать, что она вас от многого спасет, но она вас будет вводить в нужное состояние. Вот тебе гадина, вот тебе гадюка, вот тебе загадина, вот тебе заглюка. Это из предсказания эго. Хороший четверостиший. Вот считайте, что я дал вам манту. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!